всем привет вот сейчас собираемся готовить в казане и в принципе хотелось бы развеять пару мифов про казан рассказать что она есть на самом деле ну и как она бывает вот мой самый что ни на есть обыкновенный чугунный казан чугунный казан с плоским дном плоское дно для того чтобы было удобно ставить идея с шарообразным дном со сферическим дом меня в принципе не устраивает казаном я этим пользуюсь сейчас нас 23 сентябрь и заканчивается я этим казаном пользуюсь с 15 года вот я его купил с такой же чугунной крышкой то есть крышка как сковорода и я вам скажу это первый минус который может быть это первый минус в том плане что катастрофически неудобно пользоваться да я хотел убить двух зайцев казан на 8,5 литров я хотел убить двух зайцев и заиметь и сковороду и крышку но в итоге сковородой как сковородой пользоваться супер даже на плите газовой казаном тоже можно пользоваться на газовой плите и это бред не о том что он не прогревается он прекрасно прогревается и даже где-то я не помню вроде бы я снимал но и когда его прожигал на газовой плите у него нагревается до 300 градусов без проблем вот то пользоваться чугунной крышкой как сковорода совершенно неудобно хотите купить купите отдельно казан купите отдельно сковороду и чтобы указана была крышка и тогда в этой крышкой сможете пользоваться и на сковороде и на казане она будет легкая она будет скорее всего алюминиевая ее не надо будет прокаливать с ней не надо будет заниматься с ней не будет надо будет морочиться но ей будет очень удобно пользоваться вот потому что сковородой как крышкой пользоваться крайне неудобно особенно если вы еще пользуетесь на печи или на открытом огне то она грязная на черную ее надо мыть второе когда вы прокаливаете казан новый конечно мы насыпаем сюда соли мы обжигаем старое масло и естественно старое масло выгорает потом многие рекомендуют любым растительным маслом ребят смазывайте когда вы прокаливаете казан именно исключительно льняным или же рапсовым маслом потому что эти масла они не карамелизируются а полимеризируется то есть у нас становится казан покрыты полимером вот видно что я казан true да вот я вам прямо на максимал очки приближают и ну вот в принципе вы видите мой казан казан рабочий казан не ржавый вот да на нем есть какие-то царапины но царапины это во время мойки годами держится покрытие на льняном масле все отлично в отличие от всяких там подсолнечных масел оливковых и всякой другой хиросени еще очередное заблуждение что казан нужно ставить на печку вот с этими прорезями вот такие видите это ужас и кошмар и есть некоторые люди которые распространяют заблуждение что типа если у нас печи сзади идет труба то у нас получается что казан греется только с одного края потому что выхлоп идет в ту сторону и то есть типа херня полная ребят херня полная это вот это вот здесь мы стоим у нас глаза в дыму мы заливаемся слезами и мы буквально через три минуты приготовления в казане хотим сказать да пошло ну мы не хотим видеть казан вот ставьте трубу я могу лишь даже на газовой плите так чугун равномерно распространяет тепло что у меня весь казан прогревается и становится одной температурой 300 градусов я говорю что на газовой плите я смог его разогнать до 300 градусов вообще без проблем так что вот эти вот дырки никому не нужны вырезы если вы делаете печку делаете с трубой трубу выше своего роста чтобы дым уходил над вашей головой и не заморачивайтесь сейчас пролетит самолет ну и ребят конечно одно из главных заблуждений что казан дает какой-то особый вкус нет ребят казан не дает никакого вкуса казан это просто большая кастрюля большая кастрюля с толстой стенкой толстая стенка дает теплоемкость данной посуде толстая стенка помогает распространяться жару так как у все-таки чугуна очень большая теплоотдача теплопередача теплопроводность правильнее будет сказать и большая теплоемкость у чугуна то есть мы его нагреваем и даже если у нас пламя как-то колеблется там огня там или вот в печи наши или как-то еще то тем не менее стенка так хорошо прогревается вот так смотрим у из толстенной стали что на ветру он не успевает остыть и в этом есть плюс вкусах казан не задает совершенно это просто большая кастрюля в которой удобно пользоваться и благодаря своей вот этой вот сферической форме когда мы пользуемся какой-то шумовкой ей просто удобно то есть нас нету обыкновенных кастрюльных углов нам просто ей удобно пользоваться если у вас есть возможность и немножко больше денег то купите зименевый казан с ними надо будет морочиться его не надо будет прокаливать его на вот один раз помыть хорошенько как новую любую посуду и пользоваться ну плюс он легче он не ржавеет и в принципе если вы будете его казан в смысле так же как и я прокаливать ледяным маслом он тоже не ржавеет и очень долго хранить тепло ну и также в алюминии если вы купите не вонючку это силамина именно алюминий гораздо меньше будет каких-то приливов каких-то раковин сегодня особенно если это чугун у меня нашего белорусского производства казана и у меня были раковины и болгаркой шлифовал еще одно заблуждение про казан казан не дает аромата дымка если вы пользуетесь казаном на печи никакого аромата дымка если вы пользуетесь казаном где-то на каких-то еще плитах никакого аромата дома дымка если вы пользуетесь казаном под крышкой никакого аромата дымка последнее время я вообще чтобы не мыть казан его чистое дно мотовить я пользуюсь на угле то есть видите вот у меня стартер угля разгоняется я щас насыплю уголь я поставлю вот так вот на решетку или вообще я раздвинул свои лотки и поставлю там в щель между лотками казан чтобы больше подогреть то есть вообще никаких проблем как его склад нагревается целиком но чтобы был аромат копчения блюз казани я на уголь кинул щепки дерева они такие побольше он любого любого учу ручки такие кину прямо на уголь и закрою крышку гриля своего можно этого гриля можно допустим вот это вот выбора вот то есть никакого значения имеет в принципе когда вы закроете крышку дым который будет под крышкой он даст верхним слоям пищи ароматы дымка и эти ароматы дымка впоследствии будут перемешаны с всей пищей то что находится в казане если вас закрыта крышка казана никакого аромата дымка не будет это сказки не верьте этому а так по большому счету казан это просто большая кастрюля которая не задает совершенно никаких свойств вообще никаких свойств не задает ну и естественно у нас есть определенный колорит то есть мы готовим в казане мы готовим на чугунной посуде мы готовим на природе мы друзьями в этом есть определенный колорит это да это действительно казан дает но ничего большего нет в нем нету ничего сверхъестественного это просто чугунная кастрюля которая требует ухода которая требует внимания ну естественно умение это все всем покедова